Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами я, ее ведущая Наталья Григорьева. Как всегда в нашей студии актуальные темы, интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Павел Коровин, начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы и Кирилл Шуршуков, генеральный директор, уникальный и единственный в Люберецком округе сыроварни. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, наверное, Кирилл Викторович. Расскажите вкратце, пожалуйста, о своем предприятии. Как давно существуете, что производите? 28 июля была годовщина открытия нашей сыроварни. Изначально я возил сыры из Италии для московского региона. Когда ввели санкции три года назад, соответственно, все это прекратилось. И я со своим итальянским другом, у которого есть своя сыроварня в Италии, встретились и решили создать сыроварню в России. Ну, это вот вкратце, как она организовалась. Ну, на каких сырах специализируетесь? Только итальянские сыры. Это такие, как моцарелла, буррата. Вот, есть несколько сортов полувыдержанных. Сколько всего видов? 14. 14 видов. Хорошо. Павел Сергеевич, итак, сегодня у нас речь пойдет о фестивале сыра, который совсем скоро состоится в Люберцах. Расскажите, пожалуйста, вот когда он состоится и где? Фестиваль состоится 19 августа. Площадку мы выбрали парк культуры и отдыха «Наташинские пруды». Поэтому... А это на несколько дней или на один день фестиваля? Значит, в этом году мы планируем на один день. Если подобный формат наш житель примет, то в следующем году будем уже ориентироваться на пожелания наших горожан. То есть вот с отделом на будущее. А кому принадлежит сама вот идея проведения этого фестиваля именно в Люберцах? Ну, идея принадлежит Кириллу Викторовичу. У нас был с ним разговор на эту тему. И идея показалась очень интересная. Администрация ее поддержала. Я обратился к главе. Глава данную тему оценил и сказал фестивалю быть. Почему вы решили такой фестиваль организовать? Вы знаете, по разным областям, в той же Москве, проводятся данные фермерские фестивали сыра. А почему бы не сделать его в Люберцах? Люберчане тоже хотят попробовать качественный фермерский сыр. Я отобрал сыроварни, которые будут участвовать именно по такому принципу, по принципу качества производимого продукта. Кирилл Викторович, а вот на ком лежит основной груз подготовки к мероприятию? На администрации или на вас? Весь основной груз подготовки лежит, естественно, на администрации Люберецкого района. С моей стороны только является пригласить участников, то есть сыроварни, для участия в данном фестивале. И много уже записались на участие? Ну, как я уже говорил, на данном этапе это 20 сыроварин уже приедут, и каждый день поступают новые заявки для участия в фестивале. Откуда? Откуда приезжают люди? Вы знаете, география обширная. Это Московская область, Алтайский край, Адыгея, Краснодарский край. Сыроварины будут практически со всей России. Вот Адыгея, по-моему, славится, да, в основном своими сырами? Очень вкусные сыры, правда, очень. А какие там у них сорта в основном? Вот приходите на фестивали, попробуйте. Не раскрывайте, не раскрывайте свой секрет. Павел Сергеевич, скажите, вот опыт подобных мероприятий с привлечением предпринимателей в Люберцах есть, или это будет первый подобный опыт? Опыт есть. По сыроварам и сырам подобного опыта не было. Это будет первый фестиваль. Мы выбрали это направление по нескольким причинам. Первый момент – сыр – это достаточно древний продукт. Его история уже насчитывает, по некоторым данным, до 7 тысяч лет. И это продукт, который попал под ограничение на ввоз. Как все вы знаете, 6 августа 2014 года был ограничен ввоз молочной продукции, импортной. И это дало возможность нашим производителям, российским, организовать производство здесь. Появилось окно возможностей для нашего производителя. И результат этой работы мы хотим как раз и показать нашим жителям, чтобы они, придя на эту ярмарку, могли попробовать, что у нас получилось. Какие вкусные сыры мы научились делать за это время. На каком этапе сейчас подготовка к фестивалю? Есть какие-то, может быть, сложности сейчас? Подготовка у нас сейчас в самом разгаре. Сложностей практически не изникает. Все в рабочем режиме у нас идет. В ближайшее время будет информация в городском округе представлена и на рекламных счетах, и на информационных ресурсах. Можно будет подробнее ознакомиться и знать об этом мероприятии. А вот Кирилл Викторович сказал, что список участников еще только формируется. Когда же он будет точно известен и где его можно будет прочитать? Мы стараемся скомпоновать сейчас участников таким образом, чтобы были сыры разноплановые. То есть мягкие, твердые, с плесенью и так далее. То есть еще и выбираете, да? Мы сейчас выбираем желающих очень много. Мы ориентируемся пока под текущую площадку, которая у нас определена для этого мероприятия. Кирилл Викторович, а вам доводилось ли как предпринимателя участвовать в подобных мероприятиях когда-либо? Да, за существование года нашей сыроварни мы участвовали в множестве фестивалей, проводимых в других областях. В Москве, в частности, на Манежной площади. Это тоже был сырный фестиваль городом Москвы. Организован он, проходил, если не изменяет память, по-моему, в октябре месяце. Очень хороший, красочный фестиваль был. Надеемся, наш будет не хуже? Я практически в этом уверен. Это будет лучше. Не так давно был фестиваль также на Истрии у сыровара Олега Сироты. Тоже очень хороший был фестиваль. Ну как это вообще по атмосфере? Как вот для вас? Это праздник. Это праздник? Это праздник. Глинарный, гастрономический, просто веселый, наверное, да? Да, абсолютно верно. Ну что лично вы ожидаете от Люберецкого? От люберецкого мероприятия. От люберецкого мероприятия. Я хочу люберчанам дать попробовать настоящие сыры. Вот это я и хочу. Только это? Только это. А вы, Ип.А. Сергеич? Я ожидаю, что будет много гостей. Много жителей придет на этот праздник. Попробуют вкусные настоящие сыры, фермерские, сделанные из натурального молока. Что они оценят те мероприятия, пусть будут сюрпризом, которые мы для них подготовили. И у всех будет хорошее настроение. Ну еще я ожидаю, что погода нас не подведет. Да, да, это несомненно. Тоже хороший вопрос. Значит, вы, по-моему, сказали, что вход будет абсолютно свободным на фестиваль. Совершенно верно. Плату никакую мы брать за это, естественно, не будем, так как это праздник. Он организован специально для жителей. Вход будет бесплатный. И пусть те деньги, которые с собой жители возьмут, они потратят на приобретение сыра вкусного. А во сколько приходить в Наташинский парк 19-го числа? У нас в 10 часов планируется мероприятие, в 12 часов будет торжественное открытие. И все праздничные действия начнутся с 12 часов. А можно будет приобрести сыры на фестивале? Да, это планируется. Да, естественно. Да, это планируется, чтобы жители не просто попробовали, но и взяли домой, чтобы дома могли со своими гостями, в кругу семьи это попробовать. Более того, можно будет посмотреть, какие блюда из этого готовятся на фестивале. И уже дома подобные навыки применить и приготовить что-нибудь вкусненькое на ужин. А купить сыры за наличный расчет можно будет или за безналичный расчет? То есть к чему готовиться к посетителям? Ну, это вопрос, наверное, правильнее Кирилла Викторовича адреса. Да, Кирилл Викторович, скажите, пожалуйста. Ну, по своему опыту я знаю, что 90% это все равно наличный расчет, но у нас будут присутствовать банковские терминалы. Поэтому люди, у которых есть банковские карточки, тоже останутся довольны. Ну, в всякий случай лучше с собой все-таки принести, наверное, наличные. Потому что сыровары едут из далеких регионов, и, к сожалению, не все могут брать с собой банковские терминалы. Хорошо. Павел Сергеевич, а какая-то кроме, собственно, ярмарки сыра культурная программа планируется на фестивале? Планируется, так как это праздник, будут и коллективы, и конкурсы, и пообщаться можно о сыре. Но я не хочу раскрывать всех деталей. Хотелось бы сохранить некую интригу, чтобы жители пришли и оценили тот сюрприз, который для них приготовлен. Чтобы, ну, сохраним это для них сюрприз. Ну, все-таки, вот самое-то главное, зачем приходить на фестиваль? Дегустация будет, Кирилл Викторович? Можно будет попробовать именно сыры? И как будет это организовано? Каждая сыроварня будет давать перед приобретением сыра на дегустацию. То есть вы подходите к прилавку, пробуете сначала сыр, нравится, вы покупаете, не нравится, вы проходите к следующей сыроварне. Вот, также там будет расположен рядом фудкорт, это то место, где будут вам показаны, и вы также можете приобрести уже готовые продукты из сыра. Про вкусный сыр понятно, а вот какой-то духовной пищей можно будет насладиться? Может быть, рассказы какие-то интересные о сырах можно будет услышать? Не знаю, это уже действительно, вот Павел Сергеевич сказал, что 7 тысяч лет насчитывает история этого продукта. Ну, вот вы сами готовы, вот подойдет к вам человек и скажет, расскажите, вот как это сыр этот готовит, как вот его история, какая у него, вот можете, сможете рассказать любопытным люберчанам? Любопытным люберчанам мы это расскажем, любопытным точно. Может быть, даже покажем. Ну, это точно мы покажем. То есть очень много интересного нас ждет. Да, там будет лекторий, где будут принимать участие и сыровары, которые расскажут, как они варят сыры, какие ингредиенты добавляют, из какого молока. Там будет лекторий, который принимает всех желающих в данной дискуссии. И будут знаменитости также. Уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о фестивале сыры, который совсем скоро состоится в Любрицах. Если хотите узнать об этом мероприятии больше, никуда не уходите, мы скоро вернемся. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Павел Коровин, начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы и Кирилл Шуршуков, генеральный директор сыроварни из Октябрьского. Итак, мы продолжаем разговор о фестивале сыра, который у нас состоится. И Кирилл Викторович, вот расскажите продолжение темы. Будут ли мастер-классы и что это, собственно, что покажут? А покажут полный этап приготовления сыра. Нет, конечно же, мы с собой привезем заготовки, и уже каждый желающий сможет подойти с моим сыроваром на сцене попробовать сделать сыр. Неужели можно вот прямо на открытом воздухе, я считаю, в пылевых условиях приготовить вкусный сыр? Ну, если честно, то, конечно же, можно, но какого качества получится этот сыр, это уже другой вопрос. Нет, мы привезем с собой, конечно же, заготовки, уже сделаны на профессиональном оборудовании, вот, и на месте просто мы будем его формовать. Это самый красивый процесс приготовления сыра. А что это значит? Как это? Придавать? Мы привезем с собой сырную пасту, ее расплавим, и потом из плавленого теста будем делать, будем делать, формовать сыры. А какие-то вот, собственно, маэстро сыроварению приедут в Люберцы? Да, я приглашаю своего друга, известного шеф-повара московского Мирка Дзага, он будет участвовать и в этом кулинарном шоу в том числе. Вот это сюрприз. А какие еще сюрпризы нас ждут? Ну, вы приходите на фестиваль, там все остальные сюрпризы увидите. Павел Сергеевич, вот в начале разговора затронули проблему, что был запрет на ввоз иностранных продуктов, на импортозамещение. Вот если говорить в общем, не только в плане сыроварни, как администрация старается поддерживать и старается ли поддерживать малых и средних предпринимателей в городском округе? Администрация старается поддерживать и поддерживает предпринимателей в городском округе Люберцы. Поддержка у нас разноплановая, помимо информационной поддержки, которая тоже в том числе важна, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром, есть такая поговорка. Есть у нас поддержка и финансовая, то есть мы выделяем деньги из бюджета, это и в виде грантов для предпринимателей, у которых начинают свое дело. Это и субсидии для предпринимателей, которые проводят модернизацию производства, покупают новое технологическое оборудование. Это и имущественная поддержка, мы предоставляем на льготных условиях муниципальное имущество для предпринимателей. Плюс мы помогаем нашим предпринимателям формировать заявки, участвовать в программах поддержки, которые проводит область и федеральных мероприятиях поддержки. Потому что государство сейчас поддерживает бизнес на разном уровне, начиная от самых маленьких и начинающих, и заканчивая крупными предприятиями и серьезными инвестиционными проектами в том числе. Есть ресурсы, на которых можно информацию узнать. Для малого бизнеса есть областной портал «Малый бизнес» Подмосковья, mbmosrec.ru, его сайт. У нас для предпринимателей создан в городском округе Люберцы инвестиционный портал invest.lubrec.ru, на котором зарегистрировавшийся предприниматель будет получать оперативную информацию о всех мероприятиях, которые проводятся у нас в стране. И выбирать то, которое подходит ему. Ну и всевозможные консультации. Здесь уже можно непосредственно ко мне обратиться в администрацию. 314 кабинет. Я всегда с радостью принимаю предпринимателей и общаюсь и помогаю им в решении их вопросов. С какими вопросами в основном приходят предприниматели? Разноплановые вопросы, но, как правило, конечно, это вопрос, либо нужны деньги, либо нужно помещение. То есть это по большей части такого плана. У нас есть, что предложить. Кирилл Викторович, а вы ощущаете поддержку со стороны администрации как предприниматель? Да, с администрацией мы познакомились практически с самого открытия сыроварни. Я также пришел в администрацию, на мой взгляд, оказалось большой проблемой. Как оказалось, в итоге проблема была маленькой. Мне нужно было увеличение энергетической мощности. Моя проблема была решена в течение одной недели. Вот так. А вот в принципе, если говорить в общем, трудно ли вести бизнес подобный вашему? И в чем специфика? Потому что это не просто продуктами торговать. Это же целое производство и необычное довольно-таки для наших краев. Любой производственный процесс, он тяжел. Тем более производство продуктов питания. Самое главное для такого производства, для моего в частности, это молоко. То есть, главный первичный ингредиент, из которого получается уже сыр. То есть, без него не получилось бы ничего. На втором месте это уже идет непосредственно профессионал-человек, то бишь технолог. Я считаю, что эти два не самых главных фактора. И они у вас есть? И они у меня есть. А как вот доставляется молоко? Как сохраняется его свежесть, наверное, в первую очередь? Ну, смотрите, чтобы свежесть его, я не знаю, зачем его сохранять. Потому что в 6 утра доется корова, в половину восьмого молоко уже у меня. А как это удалось так? Оперативно? Просто ферма расположена недалеко от самой сыроварни. И по договоренности с фермерами идет быстрая доставка молока, что и приводит к качеству. Есть еще какие-то подобные тонкости? Ну, тонкостей в производстве очень много. Я встречал, по своему опыту, много сыроваров, которые открывают, вкладывают деньги в сыроварни, открывают, а потом звонят, говорят, Кирилл, а что мне делать? Куда мне продавать? Дай мне технолога, помоги. Ну, к сожалению, таким людям я не могу помочь, потому что это был, ну, скорее всего, некий стартап для заработка денег, а здесь больше ты вкладываешь душу, нежели какой-то великий коммерческий успех будешь испытывать. Вот, Настя, стоило вопрос задать первым, но все-таки, вот почему вы выбрали для себя именно этот бизнес? А потому что три года назад мой бизнес прекратил существование. Я занимался поставками продуктов питания из Европы, а так как ввели санкции, закрыто было все. А то есть именно, и поэтому вот пришла эта идея, да? Ну, все-таки можно было выбрать, не знаю, что-то другое. У меня друзья, с которыми, партнеры, с которыми я занимался данным бизнесом, и знакомые просто пытались делать что-то другое, я ушел вот именно в систему производства. Судьба, наверное, судьба. Вот, а что можете посоветовать человеку, вот только что вы говорили про стартапы, вот какие вот советы прямо по пунктам можете дать тому, кто хочет открыть свою сыроварню? Ну, понятно, что секреты бизнеса, но все-таки может быть как-то. Есть какие-то рецепты? Первым делом человек должен найти качественное молоко-сырье. Без этого... Этому нужно уделять особое внимание? Я его искал год. Поэтому я привозил итальянца, о котором я говорил, очень много раз в Россию именно для проб по молоку. Это был долгий процесс. А еще что-то? Может быть, действительно, вы тоже сказали и назвали людей подобрать? Неравнодушных? Ну, подобрать людей неравнодушных достаточно тяжело, но свои, в любом случае, свои какие-то хотя бы минимальные знания по сыроварению человек должен уже знать. Он должен хотя бы сам дома на кухне попробовать что-то сделать. Павел Сергеевич, мы вот накануне программы провели небольшое исследование, которое показало, что большинство участников этого фестиваля, о котором мы сегодня говорим, не имеют собственных точек сбыта в Люберцах. Вот в чем же у них интерес участвовать в фестивале? Ну, я думаю, интерес у них заключается в том, чтобы показать себя людям и как раз чтобы подобные точки появлялись. Мы понимаем эту проблему, в общем-то, чтобы житель мог попробовать и достаточно часто приобретать этот продукт. Его надо как-то приблизить к жителю. Вот. Поэтому я надеюсь, что и наша сыроварня, и Кирилл Викторович, приложат усилия для того, чтобы данные точки свои организовать и в наших городских поселениях в Люберецком округе. Что касается других участников, мы познакомимся с ними, попробуем их продукцию, и если у них возникнет такая потребность, будем поддерживать, помогать. Хорошо. Ну и напоследок, вот что можете пожелать всем, кто хочет прийти на этот фестиваль, всем, кто только думает, и, может быть, тем, кто еще не хочет, что могли бы вот жителям нашим пожелать накануне? Ну, дорогие жители, я вам хочу пожелать не долго думать, не раздумывать, а приходить. Это будет суббота, праздничный день, попробовать вкусный сыр, научиться в нем разбираться и прийти с хорошим настроением домой и с кушным ужином. Кирилл Викторович, есть что добавить вам? Приходите, все сыровары России будут ждать вас в Люберцах 19-го числа. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». Сегодня мы говорили о фестивале ярмарки сыра, который пройдет в Наташинском парке 19-го августа. Обязательно приходите и смотрите новые выпуски программы «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин